Что, пришла весна, я опять в седле, опять скачу спасать Констанцию Боанасье от Каналии Кардинала. Но это не то что. На самом деле, что? Смотрите, что делается. 23 марта. Вроде как природа говорит, что пришла весна. Но нельзя вот прям вот так вот просто взять и не проверить. Поэтому мы убираемся за город. Время ли закрывать сезон ПЭТа и открывать МТБ сезон. Но на велодорожках уже тесно. Я уже не король дорожек, единственный их властелин и повелитель. Нужно быть внимательнее. Уже оживленное движение. Ну, а если все-таки пора закрывать сезон, пора начинать сезон МТБ. Ну, он должен закончиться так же эпично, каким он был. Замахнусь я сегодня на сотку. Что из этого получится? Посмотрим. Или просто покатаемся. Пока, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Есть один такой участочек велодорожки, который прилегает от Брыля до Громова, который вызывает очень много вопросов в плане социальных противоречий. Я сейчас вам его покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не хватает пониженной передач Чтобы выезжать в критических местах Ну что ж Я вырвался за город Отлично Посмотрим В каком состоянии Велодорожка В сторону птичьи Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Это русло Русло реки Менка Вывод как бы уже напрашивается сам собой В школе нас учили, что Где-то в районе Немиги Был камень И там зародился Минск Лигня Вот инфа 100% Вот эти насыпи впереди Это городище старого города Тут археологи копались Нашли украшения и детали глиняной посуды Извините, прерываюсь, высокая горка Глиняные посуды 10 века Какие-нибудь аегипетского происхождения Тут проходил Река Менка была судоходной Проходил торговый путь Из Варягов в Греки Один из путей Тут был верхний город Вот там на горе было замчище Собственно, вот это местечко За деревней Озерцо Вот Какие веки прыгожий помню Костолевали Камень Его не было еще В позапрошлом году Когда я тут катался Вот Историческая справедливость Острожествовала Ура Это в каких-то Неполных 10 километрах От Минска Такие вот интересности Скрываются Пожалуй, сделаю небольшой привал Попью водички И будем двигаться дальше Дальше На юго-запад Сборщики сока Кленового уже присосались Знаю толк Кленовый сок очень сладкий Сейчас посмотрим Начали ли деревья давать что-то Ооо Я эту красоту портить не буду Я всего лишь немного попью Класс Набрал фляжку Кленового сока Он бомбически сладкий Его хочется запивать водой Не знаю Уталяет ли он жажду Надеюсь, что да Супер Спасибо кому-то Я вернулся на исходное Надеюсь, они потом Отваром заделают дерево Чтобы Также с благодарностью отнесутся К тому, что оно им дало Вот что осталось От судоходной реки Менки Которая Была Одним из элементов Торгового пути Из Варягу-Греки Из Балтийского Море Черное Берега Обросли домами А в бывшем русле Посажены деревья От речки Остался вот этот вот Ручеек Живописно Живописно Знаете, какая Самая достопримечательность Минска Клевая Национальная библиотека Красный костел Не? Саркофаг на Октябрьский Неа О! Тест 4 Сколько не уезжая от Минска Как далеко не есть Она отовсюду видна Это как Эйфелева башня В Париже Черт Она везде Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Последние километры довольно тяжело Потому что очень много подъемов Это логично Утешает то Что обратно ехать будет По-любому легче Будет дорога вниз Субтитры добавил DimaTorzok 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 очень малый. Если бы тогда, 101 год назад, они не собрались и без бюджета, без ничего не провозгласили, что есть такая страна вообще, то, возможно, сейчас мы бы и не жили в независимой стране, скорее всего, бы и не жили. Потому что, когда потом, после Второй мировой войны, делили заново лоскутное одеяло Европы, перекраивали его, никто бы уже и не вспомнил эту страну, если бы она не заявила о себе. Это нужно помнить и уважать. Не знаю, какие тут глушилки, какое тут излучение, но посмотрите на те березы. Это танцующий лес. Почти как на Куршской косе, или в Чернобыльской зоне. Справедливости ради, вот гора Дзержинская, вот машино-тракторная станция. Она не ниже уровнем, чем гора, а та, сейчас, может быть, ее будет видно сверху. Радиолокационная вышка, которую я проезжал, она однозначно еще выше насыпана метров на десять. Солнце уже клонится к горизонту. Буду допивать чай и собираться в обратную дорогу. Еще обратно, около 50 километров. Она еще и крутится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова До финиша 32 километра. Стремительно темнеет. Ну, я сегодня со светом, с передним и задним, в ближайший час я доберусь до Кольцевой, это точно, а там уже будет городское освещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целый живописный каскад на реке Птич. Красиво. Помните, когда ведет Мэп СМИ, расслабляться нельзя? Вряд ли вы что-то видите. Вряд ли вы что-то видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кого-то ждет мойка велосипеда до полуночи. Это ж надо умудриться вляпаться на финишной прямой. Леша, 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 ё-моё. Зато выезд после каждого говна на ровную дорогу триумфален и похож в свете фонаря на маленький салют. Ура! Ура! Клево, да? Леша, едь домой. По-моему, тебе уже хороший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот и Минск. Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Страва насчитала... 106 километров... Отличный денек... Отличное закрытие зимнего сезона... Отличное закрытие сезона фэтбайка... Можно смело пересаживаться на МТБ... Осталось только помыть велосипед... И законсервировать его до следующих сумасшедших времен... Отличная была поездка... Было все... Было... Как обычно... И прогоны... Были... Была грязюка... Но грязюка уже щадящая... Если погода не подкинет... Еще снежку... То... Можно считать, что наступила весна... Спасибо всем, кто досмотрел до сюда... Вы переживали... Вместе со мной эти моменты... Спасибо... Если кто-то нажмет вот такую кнопку... Или подпишется на эти безумия... Эпизодически... С меня полбанки... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok